Дорогие друзья, сегодня завершая этот великолепный репортаж с места событий, по-другому сказать не могу, потому что у нас в гостях находится Дед Мороз. И в роли Деда Мороза народный артист России, премьер музыкального театра, самого титулованного театра Новосибирска Александр Выскребенцев. Добрый день, дорогие друзья! Александр, ну поскольку предновогодняя пора, сегодня первый день Европейского Рождества, у нас есть все основания поздравить всех, кто смотрит нашу программу «Дум культуры» на 49-м канале. С Новым... С Новым годом! Да, слушайте, Александр, я представляю, сколько различных событий в новогодние праздники или в предновогодние случалось с вами, как с артистом крупнейшего музыкального театра. И, конечно, я думаю, что нашим зрителям очень интересно узнать, что конкретно происходило с вами, когда, в какие ситуации. Это так называемые байки театрального Деда Мороза. Прошу, давайте вспомним. О, самая любимая байка, а потому что она одна из первых, которая появилась в моей жизни на эту тему. Это была байка, которую я называю «Лёша Воробьёв». Это мой партнёр по гримёрке когда-то, он попросил меня в новогодние каникулы отработать за него «Золушку» в детском спектакле. Но так получилось, что отработать не на сцене нашего театра, а Дедом Морозом, там, где он должен был провести ёлку. На выезде где-то, да? А он должен был сыграть «Золушку» из-за того, что заменить его некому было. Я провожу ёлку, огромное количество народу, дети шумят, бурлят, красиво. Я говорю ей, дети, а теперь позовём «Золушку» все вместе «Золушка, Золушка, Золушка». И вдруг вбегает Лёша в костюме Деда Мороза с баяном, ставит на пол баян и говорит «Дорогие дети, я...» И видит меня и говорит «Саня». А я ему пауза возникла, отвечаю «Сани поданы, мой дорогой северный друг! Поспеши, дети севера ждут тебя!» И вдруг передай привет Золушке! Лёша на секунду, я не знаю, что он там говорил, шёпотом схватил баяна и улетел. Дело в том, что Лёша часто поддавал, взгляд его был замутнён напитком вечерним или утренним, я не знаю. Но на Золушку он всё-таки успел, убежал. Прелесть. Актёры всегда в это время заняты. Актёры забывают, что происходит. А те, кто в то время не пил. А в те времена, это были времена ещё перестроечные, далеко, выпивали все. Да, была такая необходимость. Но в этом году Новосибирск стал столицей российского Нового года. Совершенно верно. И в этом году большое количество ваших коллег из различных регионов, национальных, культурных, автономий приехали в Новосибирск, чтобы провести свой великолепнейший новогодний саммит. Совершенно верно. Говорить современным языком. И это, конечно, чрезвычайно здорово. Ну и в этом году я очень рассчитываю, что, наверное, и вы уже, Александр, Дед Мороз, в вашем образе, наверное, и видел, насколько преобразился Новосибирск. Что удалось посмотреть? Или куда бы вы пригласили нашего сегодняшнего зрителя? Я думаю, что зритель уже сообразил, куда ему надо прийти, потому что программа проведения такого мероприятия, как столица новогодняя, она была опубликована. И я сам, как участник, участник этого процесса, здесь, в сердце, уже походил по улицам города и фотографировался. И вот эта вот наша знаменитая арка, арка триумфальная новогодняя, приглашает, конечно, в первую очередь к себе, пройти по улице Ленина, пройтись мимо музея нашего краеведческого, коснуться фонтанов сияющего, как никогда, красочно. А оказаться на набережной, ну, естественно, покататься около оперного театра, мне кажется, это чудесно, это прекрасно. Александр, а ваш музыкальный театр что-то в эти дни специальное готовит для самых разных зрителей, наверное, прежде всего тех, кто до сих пор верит в Деда Мороза? А вы знаете, я так скажу, ответ будет неожиданным. Дело в том, что актер – это вообще ребенок. Это такое обнаженное, непокоренное и в то же время беззащитное существо. Сейчас у нас ставится спектакль, как о нем говорят, такого эротического направления для взрослых. И вот где обнаженный актер встретит Новый год в премьере. Конечно, это будет все достойно очень культурно. И я думаю, что родители наших маленьких детей придут оттуда такими же чистыми. Просветленными. Просветленными. Слушайте, очередное событие произошло в вашем театре, о котором, я думаю, вы должны сказать и, может быть, передать поздравления. О, боже мой! Это действительно грандиозное событие. Я считаю, что оно немножко запоздало. Но, как говорится, награды находит главного героя, о котором следует сказать подчеркнуто, с большой теплотой, уважением. Потому что этот герой очень много сделал для нашего театра и, естественно, для города, для культуры страны. Это наш директор театра и художественный руководитель театра, заслуженный артист Российской Федерации Леонид Михайлович Кипнис. Он совсем недавно получил награду, которая обозначается, по-моему, так, почетный знак за вклад, за особый вклад в развитие области, в области культуры. Вот так как-то. Мы с большим удовольствием, уважаемый Дед Мороз, Александр, присоединяемся к этим поздравлениям всеми зрителями нашего Дома культуры на 49-м канале. И желаем Леониду Михайловичу театру, который он возглавляет в качестве и директора, и художественного руководителя, безусловно, многие лета, процветания. И, конечно, в эти новогодние дни, в эти рождественские дни мы желаем радости, счастья, хорошего настроения, и чтобы спектакли и театральные кресла были всегда заняты. Великолепные пожелания. Проект, который завершается в этом году, но продолжается в будущем году, он называется «Пушкинская карта». И я надеюсь, Александр, вы, безусловно, знаете о том, что сегодня дети от 14 до 22,5 лет могут посещать. Вот какие встречи, может быть, или какие спектакли вы можете рекомендовать этой аудитории? Потому что в каникулярное время, я надеюсь, что эта аудитория, ну, самая такая активная. Я думаю, что нет у нас в театре спектаклей, которые этой аудитории нельзя было бы порекомендовать. Всё зависит от того, чего ждёт каждый из участников этого мероприятия большого. В качестве зрителя. В качестве нашего театра. Да. Кому-то нужен Гоголь, он его найдёт. Да. Кому-то нужен Островский, пожалуйста. Беспредальница. Чудес. Ну, я очень жалею, что вот сейчас многие спектакли стали резко и редко идти. Вот, допустим, прийти на Тристана и Изольду и поразиться совершенно чистой, удивительной историей любви, напоминающей историю Рома и Учили. Это почему бы нет прийти на Дубровского и поразиться этой чистой, удивительной паре Дубровский и Маша. Я думаю, что эти спектакли я рекомендую смело. И включая последний даже спектакль. Я уверен, дело в том, что у художественного руководителя нашего театра есть определённые критерии, как сейчас такие слова говорят, красные линии, через которые он никогда не переступит. Это вкус, это достойное преподнесение материала, это культура в истинном её значении. Это искусство, которое является чувством меры. Чувством меры. Да, у Леонида Михайловича его труппы, причём он всегда, когда мы с ним беседуем, говорит, у меня несколько театров в одном театре. Это артисты, артисты балета, это оркестр и солисты. Абсолютно верно. Где за время его руководства сформировался очень интересный творческий язык. То есть мы все говорим на одном тонально интересном языке. Редко бывает, когда что-то выбивается из хорошей, красивой тональности. Мне это очень нравится в нашем театре. Я прихожу сюда с таким удовольствием. Я вижу каждую мордочку, я её расцелую. И это происходит. Это прекрасно. И самое главное, что это высочайший ансамбль, где в основном это студенты, закончившие высшее учебное заведение, что говорит о высоком уровне подготовки, квалификации. И, конечно, не вызывает сомнений качество. Может быть, это не совсем приемлемое слово для оценки спектакля. Но... Слаженность, она же приобретается. Да. И она не приобретается на одном спектакле. И спектакль в спектакль мы познаём друг друга. Мы чувствуем его как любимого человека. Загадочного, вдруг непонятного определенной роли. И постепенно вспомнился такой организм, который нравится не только публике Новосибирска. Нас ждут в Москве очень часто. И залы наполняются. Не зря же наш театр такой титулованный. Он не потому, что вот он вырвал где-то какие-то победы, а потому что воспиталась та столичная культура, которая необходима. Согласен. Полностью согласен. И самое главное, что театр сегодня многожанровый. То есть в музыкальном направлении существует очень много жанров. И мы сейчас практически с вами перечислили. Это спектакли для детей, для среднего возраста, молодёжи. И в разных жанрах, где и комедия классическая, да, и драма, и трагедия, и трагедия любви, о которой вы говорили. И элементы современного взгляда, как на современного Деда Мороза, и так далее, и так далее. Всё, что с ним происходит. Александр, но я очень рассчитываю, что у вас есть что сказать нашей дорогой и любимой аудитории как раз вот в канун Нового года. И наверняка от образа Деда Мороза, в котором вы сегодня у нас в программе, Дома культуры на 49-м канале. А может быть, какие-то вирши, может быть, какие-то стихи приходят на память. А может быть, есть какие-то... А вообще вы пользуетесь какими-то в своём сказочном королевстве Деда Мороза мультимедийными средствами? Дело в том, что сейчас ни один Дед Мороз не обходится без этих замечательных штучек, гаджетов. Да-да-да. Я могу. Да. Потому что есть у меня совершенно свежее, никогда не умирающее стихотворение, которое я нашёл на сайте или в чате даже. В чате, который я очень... В чате Дедов Мороза. Уважаю. Давайте так и назовём. В чате Дедов Мороза. Я кое-что прочитаю. Можно? Будьте любезны. Хочу, чтобы наступило Рождество, чтобы Он скорее действительно родился, не в давнем Вифлееме воплотился, а здесь, сегодня, где я жду Его. Скорей бы наступило Рождество, нигде паслись библейские овечки, но чтобы воцарилось Божество в моём, твоём и чьём-нибудь сердечке. Отлично. Спасибо. Ну вот видите, как сегодня современные средства коммуникации помогают нашему гостю, очаровательному Александру Воскребенцову, народному артисту России, премьеру музыкального театра Новосибирска, обратиться с вам самыми добрыми словами. Пожеланиям радости, счастья, благополучия и мира. И мира. Можно я по этому поводу скажу? Я хочу, чтобы в каждой семье не убывало, а только пребывало. Сейчас такое время, когда только радостью и любовью мы победим. Всего вам доброго, хорошего года. Спасибо большое, Александр. Спасибо, Дед Мороз. А мы, дорогие друзья, продолжаем для вас творить, трудиться. Обязательно вместе с нами встречайте Новый год на 49-м канале. Для вас работает авторская группа, которой руковожу я, Виктор Буланкин. И с большим пиететом, респектом мы всегда с любовью относимся к вам, нашим добрым зрителям Дома культуры на 49-м канале. С наступающим новым 2023-м годом! Ура! В лесу родилась елочка, в лесу она росла, А этим мой и летом стройною, зеленою была. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова